всем привет сегодня такое продолжение предыдущей темы то есть вывод на индикацию при помощи двоичных счетчиков в данном проекте уже тени 13 тактирует два счетчика 4024 семиразрядных и на выходы этих счетчиков подключены 7 сегментные индикаторы то есть у нас два разряда получилось на которые можно вывести значение от 0 до 99 что как бы я и реализовал то есть тут идет отсчет от 0 до 99 123 ну и так далее вот и как видите в момент смены позиции заметен такой эффект перебора я его называю вот он вот он будет заметен в железе хотя вот эту схему я в железе не собирал но уверен будет работать примерно также этот эффект можно как усилить то есть для этого нужно замедлить частоту тактирования счетчиков так и как бы сгладить для этого нужно увеличить частоту тактирования чтобы этот эффект был менее заметен скажем так возможным удастся добиться и как бы полной незаметности этого эффекта то сейчас а тени 13 работает на частоте 1 на 2 мегагерц и никаких задержек при тактировании счетчиков нету можно эти задержки как добавить так увеличить частоту например до 9 и 6 мегагерц я думаю этот эффект будет менее заметен или не заметен совсем и программка для всего этого здесь подключаем библиотеки указываем тактовую частоту в данном случае 1 на 2 мегагерца указываем пин который тактирует счетчики здесь массив который содержит так скажем графическое отображение цифр на индикаторах от 0 до 90 до 9 то есть у нас индикатор может отображать цифры от 0 до 9 ну например вот скажем чтобы на индикаторе засветилась значение 8 нам нужно зажечь все сегменты этого индикатора для этого на счетчик мы должны на все выходы счетчика подать логическую единицу это значение 127 то есть вот 8 это значение 127 и так а вот описаны все цифры 9 это 111 0 это 63 ну и так далее вот и дальше идет собственно функция сет который устанавливает счетчики то значение которое нам нужно сюда передается 8-битный аргумент но у нас всего как бы два разряда поэтому мы можем вывести значение от 0 до 99 99 это максимум поэтому здесь вот есть такая проверка если у нас аргумент ну превышает 99 то он обнуляется также требуется запоминать текущую позицию которая установлена уже на счетчиках для этого вот статик переменная позиция уже 16-битная потому что у нас два счетчика 7 разрядных то есть это 14 разрядная позиция у нас получится но это 16-битные переменные далее нужно рассчитать сколько у нас десятков сколько единиц для этого я объявляю две переменные у нет и дек у нет этой единицы дек собственно это десятки и вычисляю сначала количество единиц потом количество десятков и вот здесь рассчитывается новая позиция то есть как в какую позицию то есть какие значения должны принять выходы выходы счетчиков чтобы мы получили нужное нужную индикацию так скажем вот вычислили эту новую позицию и потом вычисляем сколько кликов нужно сколько тактов нужно отправить на счетчик чтобы получить эту новую позицию запоминаем новую позицию и отправляем тактовые импульсы и сама программа как бы здесь объявляется переменная к он с начальным значением 0 и бесконечном цикле отправляется на индикацию это переменная скажем так потом пауза в одну секунду инкремент этой переменной и проверка не превышает ли она значение 99 если вдруг превышает то присваивается есть нового значение 0 и за счет этого происходит перебор всех значений от нуля до 99 вот чтобы усилить как бы эффект перебора когда в во время смены позиции можно добавить куда-нибудь вот сюда и паузу какой-нибудь тогда этот эффект будет более заметен скажем так вот но если это хочется наоборот эффект скрыть и минимизировать то нужно увеличить частоту здесь вот у ничего убыстрить не получится поэтому чтобы увеличить частоту тактирования счетчиков нужно просто увеличить частоту микроконтроллера снять фьюз бит делителя например здесь тоже надо будет указать новую частоту 9 и 6 мегагерц и и этот эффект должен уже будет уже не так заметен скажем так но он все равно заметен но он как бы в 8 раз менее заметен должен быть по идее вот это первое ну я верну опять на 1 и 2 все это и еще такой момент в принципе можно десятки и единицы поменять местами если вдруг в разводке это будет удобно ну и так далее у нас тогда десятки будут здесь единицы здесь для этого при вычислении новой позиции нужно просто поменять местами сюда поставить единицы а сюда десятки и тогда у нас все будет работать ровно наоборот то есть у нас теперь здесь единицы здесь десятки сейчас до десятков досчитает до первого чтобы убедиться чтобы убедиться да вот все тут десятки тут единицы вот собственно и все по данному проекту в принципе занимает он в данный момент 250 байт я думаю вполне можно применять если ты потребуется выводить значение от 0 до 99 по одному проводу на этом у меня все проект найдете как обычно под роликом всем привет это 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 Продолжение следует...